Вызов о подозрительном предмете в автобусе номер 28 поступил в полицию ровно в 12.35. На место происшествия сразу выехали сотрудники правоохранительных органов МЧС. В первые полчаса полицейские и сотрудники МЧС держали оцепление и просили прохожих обходить автобус стороной. Затем территорию вокруг потенциально опасного объекта оградили специальной сигнальной лентой. Водителей и кондуктора опрашивают сотрудник прокуратуры. Комментарии представителей служб экстренного реагирования не дают. Что-то нашли. Обращайте внимание на какие-то вещи забытые в автобусе. В транспорте. Ну вы что? Я даже в Москве орала один раз, кричала в метро. В метро, да, смотрю, стоит ящичек такой. Я кричу, чай, чай, никого нет. Дворники, несмотря на скопление сотрудников полиции, продолжают спокойно работать. По их словам, ситуация заурядная. Нет, не боимся. Если было бы опасно, нас бы отсюда куда-то в другое место отослали работу. На место происшествия приехал полицейский кинолог Константин Рогоза. Для служебной овчарки по кличке Шокер это первый экстренный вызов. Полгода пёс обучался в Ростове. Его специализация – обнаружение взрывчатки. Бойцы дают команду отбой. В подозрительном пакете оказалась старая женская обувь. Два года работаю. С 12-го года много раз уезжал уже в взрывчатку. Как ответственно, практически каждый день уезжаем. Факты не подтвердались? Слава богу, нет. Сколько денег потеряли за полтора часа простой водитель и кондуктор автобуса, сказать сложно, но жизнь дороже, считают бдительные граждане. Вот в последних этих событий влагоградских, так что люди ни в чем не виноваты, так что лучше пускай этим займутся соответствующие системы. А когда вы обнаружили, люди спокойно вышли из автобуса, как они отреагировали? Да, люди понимающие, они поняли, естественно. Никто никаких этих не возражал. Вроде как-то мы особо не боялись, сами смотрели. Но сейчас что-то, то, что показывают там везде. То есть раньше вы могли бы позволить себе до событий в Волгограде, вы бы сами посмотрели что-то? Да. Теперь человек, забывший пакет с обувью в автобусе, сможет ее забрать только у сотрудников правоохранительных органов. А вы эту обувь с собой заберете? Ну объясните нам, пожалуйста. Заглянуть в пакет, наделавшись столько шума, наши съемочные группы так и не разрешили. Ирина Начерова, Евгений Тукарев, 6 канал.